На охрану окружающей среды в 2012-м городские власти зарасходовали свыше 39 миллионов 143 тысяч рублей. Причем свыше 11 миллионов рублей затрачены на выполнение мероприятий предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2012-м было закрыто котельное управление здравоохранения. Плановая регулярная очистка от мусора охвачена вся территория города. На охрану водных объектов в 2012-м затрачено 23 миллиона рублей. Но, тем не менее, экологическая обстановка в городе остается сложной. Увеличение объема производства промышленной продукции на предприятиях ведет и к увеличению вредных выбросов. Ленинск-Кузнецкий занимает пятое место среди городов Кемеровской области по выбросам загрязняющих веществ. Общая масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составляет порядка 70 тысяч тонн в год. Из них основная масса выбросов приходится на метан, это 93,5%, оксид углерода 2,6%, зола углей 1,4%. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вынесли, в том числе и за 2012 год, угледобывающие предприятия. Среди первоочередных задач снижение выбросов в атмосферу от автотранспорта, число которого растет с каждым годом. Солидный раздел программы нацелен на сокращение вредных выбросов от деятельности шахт. Всего в 2012 году выброшено в атмосферу 41,7 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе твердых 1,8 и газообразных 39,9. По сравнению с 2011 годом количество выбросов уменьшилось на 20,3 тысячи тонн или на 33%. Для уменьшения выбросов в атмосферу компанией «Соя Кузбасс» построена вакуумно-насосная станция на шахте имени Кирова. Также для утилизации метановоздушной смеси предусмотрены 6 передвижных контейнерных теплоэлектростанций, утилизирующих метан и обеспечивающих дополнительным теплом и электроэнергией шахты. Выполнена очистка от стойников шахтных вод на шахте 7 ноября и центрального водоотлива шахты «Комсомолец». В 2013 запланирован вынос жилья и переселение граждан из 41 дома, которые находятся в санитарно-защитных зонах действующих предприятий. В рамках проведения года окружающей среды, объявленного президентом Российской Федерации, в городе создан оргкомитет. Запланировано провести более 100 эко-мероприятий, в том числе инвентаризация мест, нестационированного размещения отходов на территории города, принятие мер по их ликвидации. Акции по посадке деревьев, субботники, в том числе очистка лесопарковой зоны отдыха на улице Пушкина, тематические выставки и городской конкурс экологических проектов, выставка поделок из природного материала, фотовыставка.